Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разбираем вопрос. Все сухие вина кислые, а я люблю сладенькое, сколько мне добавит сахар? Значит, мы разговариваем немножко о сухих винах и поговорим с вами о технологиях приготовления сладких вин. И я попытаюсь вам объяснить, почему добавление сахара, ну это вообще не самая лучшая идея. Итак, начнем с первого. Все сухие вина кислые. Ну это то же самое, что сказать, я правда сейчас постараюсь выразиться корректно, что все женщины не очень умные, да, а все мужчины не очень хорошие. Знаете, как это звучит по-другому, но это же не так. Так, достаточно много умных женщин и достаточно много хороших мужчин. И всех подмену гребенку гребсти, ну это вообще неправильно. Так и сухие вина. Они далеко не все кислые. Да, есть кислые. Есть кисловатые, но есть те, которые не кислые абсолютно. И здесь все зависит от того, как мы готовим это вино. Какое мы сырье брали, какой в общем-то стиль мы используем. Потому что в некоторых случаях кислое вино это классно. При правильном сочетании его с едой. Просто мы не привыкли к этому. У нас вообще, к сожалению, культура винопотребления, она очень-очень низкая. Я бы даже сказала ниже клинтуса. И поэтому, ну вот нам кажется, да, вот это стереотип, что вот сухое вино, оно обязательно кислое. На самом деле не обязательно. И оно может быть абсолютно не кислым. И если мы говорим о домашних винах, то причина кислоты, высокой кислоты, это просто неправильно выбранный сорт и неправильная работа с ним. Много раз я повторяла в разных видео, что для хорошего качественного вина нам нужен хороший качественный виноград. Если у вас с года в год получается кислое вино, значит вы используете недозревшую ягоду, и значит вы неправильно работаете в дальнейшем с этим всем. Когда вы поймете это, тогда у вас будут получаться вина совершенно другого качества. И часто вот эта вот любовь к сладкому, она как раз таки вытекает вот из этого первого, что эти кислые, значит я хочу сладкое. Но это неправильно. От того, что вы насыпете в это кислое сахар, у вас кислота никуда не денется, она останется. Да, она может вскрыться несколько, а может даже нет. Если ее очень много, то она никуда не денется. Может быть просто такой ядреный. И сладкое, и кислое. Ну, и все равно невкусное. Вот это очень важный момент, который я вам хочу донести. То есть, если вы любите в принципе сладкое, хорошо, да, у каждого из нас свой вкус. Но когда мы работаем со сладостью, сейчас через пару минут мы перейдем к технологии сладких вин. А если мы не любим кислое, то нам надо научиться работать с этой кислотой раз и вообще научиться все-таки правильно употреблять вина. Как бы, может быть, для кого-то не звучало это смешно и парадоксально. Вот когда вы научитесь этому, вы поймете, ну, к этому не сразу приходят, вот, что прям вот сегодня я проснулась, да, я знала, как все правильно употреблять, чтобы мне было вкусно и все остальное. Ну, нет, к этому приходят постепенными шажками. Ну, я вам рекомендую, придите к этому. Вы откройте для себя абсолютно другой мир. Ну, а теперь переходим к все-таки сладким винам. К винам с остаточным сахаром. В зависимости от процентного содержания, это может быть полусухое, полусладкое, сладкое, ну, и так далее. Подробно в проценты содержания сахара мы не будем вдаваться, это не столь существенно. Большинство домашних виноделов, значит, да, вернемся, что у нас кислое, надо насыпать сахарку. И вот частый вопрос, у меня закончилось брожение, сколько мне насыпать сахар. Сладкие вина. Я сегодня под сладкими винами буду подразумевать все вина с тем или иным содержанием сахара. Так вот, сладкие вина делают ни в коем случае не добавлением сахара. Ну, конечно, в домашних условиях можно это делать, но это не совсем правильно, раз, и вы лишаете себя очень многого. Чуть позже я объясню, мы сейчас пробежимся по технологиям, да, а потом я поясню, почему это не самая лучшая идея. Итак, первая, самая простая, самая дешевая технология, она используется и при промышленном производстве. Берется сухое вино и в него добавляется виноградный сок, сусло. Вы, когда пойдете в магазин, вы можете почитать на пакетах, да, на бутылках состав сухой виноматериал и виноградное сусло, либо концентрированное виноградное сусло. Сухой виноматериал это не порошок. Это вино выброжено насухо, в которое добавили вот этот самый сок, сладкий, да, либо концентрированный сок, и получили определенный уровень сахара. Не сахар добавили, а сок. Позже я, да, объясню, почему я останавливаю на этом внимание. И, соответственно, если вы хотите в домашних условиях вино получить сладкое, да, то вы идете в специализированный магазин, их сейчас более чем достаточно, и покупаете там концентрированный виноградный сок. Специализированные магазины, в которых продают товары для виноделия, самогонного варенья, пивоваренья, повторюсь, их на сегодняшний день достаточно в каждом регионе, в крайней мере в интернете они работают, найти все это можно. Но, что вы должны помнить, что если есть еда, а сахар это еда, то всегда найдется тот, кто эту еду съест. Поэтому просто так, если вы вот взяли сухое вино, долили, да, или вот вы все время спрашиваете, все, брожение закончилось, можно я сахар насыплю? Нет, нельзя. Не, ну вы можете, конечно, сделать, но нет гарантии, что ваше вино не испортится. Потому что вино это живой организм. Там живет много-много всяких мелких животин, назовем их так, мелких клеточек. И когда им попадает сахар, кто-то их может покушать. Могут покушать дрожжи и набродить вам еще спирта, и вы можете получить тоже сухое вино, да, только еще более крепкое. Могут бактерии покушать и что-то не очень хорошее вам произвести. Поэтому такие вина обязательно надо стабилизировать. Чем стабилизировать? Это может быть химические стабилизаторы, добавление консервантов, таких как сера. Это может быть пастеризация. Это может быть обработка холодом, но и хранить тогда надо тоже в холоде. Потому что, да, если температура около нуля, все биологические процессы, почти все, могут затормаживаться. Но если мы потом через некоторое время переносим все это в тепло, то не факт, что они не возобновятся. Поэтому только тогда и хранение в таких же условиях. Второй способ – это остановка брожения на определенном этапе. Опять же, вот у нас есть сусло с какими-то изначальными параметрам. Оно бродило, 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 бродило. Определенный уровень спирта набродило. Сахарка чуть-чуть осталось. На этом моменте мы брожение останавливаем. Опять же, химические вещества, термические обработки. В производстве это еще там может быть фильтрация через очень тонкие фильтры и центрифугирование. Но для домашних условий это пастеризация, либо холод, либо сера. Пропорции не скажу, потому что я этим не пользуюсь. То есть, вот в этих двух технологиях, я вам рассказала, добавляют сок, либо останавливают на определенном уровне. Пару слов о процессе брожения. Процесс брожения – это не только превращение сахара в спирт. Это огромнейший спектр химических реакций с выделением множества-множества химических веществ. И химическими превращениями этих веществ. Так вот, когда мы добавляем сок, то некоторые вещества у нас остаются в неизмененном виде. То есть, они не прошли через вот это брожение, через обработку дрожжами. Если мы останавливаем брожение на определенном этапе, то тоже часть веществ, кроме сахара, также не прошли вот эти химические превращения. Понимаете, к чему я веду? Комплексная ароматика вина, она будет другой, чем ежели вы выбрали и просто добавили сахар. Потому что вино – это не просто сахар, спирт и кислота. Это еще множество мелких кубиков, мелких составляющих, которые и дадут нам единый, целый, приятный вкус. Если мы просто насыпем сахар, ну это будет все совсем по-другому. Конечно, при выдержке, при выдержке вот эти химические вещества, которые у нас остались, как бы не претерпели изменения в процессе брожения, да, они могут измениться. Но все равно путь этих реакций, он несколько другой, чем тот путь, если бы все это выбродило полностью. Понимаете, да? Да, еще забыла рассказать вам об одном приеме – это спиртование. Спиртование тоже может останавливать брожение на определенных этапах. И спиртование используют для некоторых специфических вин. Конечно, для крепленных вин. И спиртование часто используют для мускатных вин. Потому что мускатные вина, они содержат определенные вот эти вещества, которые отвечают за мускатный вкус. И если мы их будем сбраживать насухо, то они, ну, тоже претерпевают определенные изменения. Поэтому часто мускатные вина бродят совсем чуть-чуть, а потом останавливают брожение спиртованием. И эти вещества, они остаются в неизмененном виде. И сахар у нас остается. И у нас остается, ну, целый комплекс, скажем так, веществ, которые вот в такой виде, в котором они есть. При этом спиртование тоже в зависимости от того, какое хотят получить вино на выходе, может проходить в несколько этапов. И для некоторых вин, вообще спирт, он еще повышает экстракцию различных веществ. Это будет для некоторых вин, спиртование в нескольких этапах, вот оно повышает экстрактивность всего-всего. И понимаете, у нас может быть высокий спирт, высокий сахар и высокое содержание еще всего остального. И опять же, мы получаем равновесие, не просто сахар. Что касается десертных вин, часто там сахаристость повышают изначально в виноградной ягоде. Ну, например, если мы говорим о хересных винах, на ягоду срезают и помещают на солнце, на яркое солнце приблизительно на день. В таком случае, порядка 10% воды у нас испаряется, и мы получаем определенную концентрацию всего, что есть в виноградной ягоде. И сахар, и кислоты, и множество различных веществ. В некоторых регионах готовят вино из изюмленного винограда. От приблизительно 20 дней до 4 месяцев у нас ягода может изюмиться, только потом ее дробят, прессуют. И такое сусло бывает с сахаром изначально 40-50% ставят забраживаться, заливают в бочки, и вот оно там пытается бродить. Очень-очень медленно. Может выбродить там порядка, например, до 10%, может быть чуть выше. Вы меня можете сейчас спросить, так а как это все бродит при таких сахарах? Честно, не знаю, но как это бродит? Технологии это не такие. Может там дрожжи специальные добавляют, но процесс очень длительный, вот это все забраживает, да, и в итоге получается у нас такое очень насыщенное вино. В некоторых случаях, например, способ гаверна, который используют в регионе Кьянти, часть винограда увяливают, а часть забраживают. И потом вот этот, грубо говоря, изюм забрасывают в уже выбродившее вино, начинается повторное брожение, и таким образом тоже получают высокосладкое вино. Ледяные вина относятся сюда же. Ледяное вино это не там, где ягода просто немножко замерзла. А технология ледяного вина подразумевает в себя то, что ягода в ледяном состоянии, постучать можно, ее прессуют. Вода получается в связанном состоянии, во льду, и поэтому очень концентрированный сок выходит. Там, где много сухаров, много растворенных веществ, очень такой вот концентрированный, и получается сладкое вино. Вина из подгнившего винограда, пораженного благородной гнилью, тоже вот что делает эта гниль, блесень, она делает трещинки в ягоде, уходит лишняя влага, и тоже появляется большая концентрация всего-всего, что есть в ягоде. И вот из такого винограда делают классное сладкое вино. Вот все, что я вам сейчас описываю, я хочу вам донести, что если вы хотите сладкие вина, если вы любите сладкие вина, это классно, и они могут быть потрясающе вкусными. Но тогда нам надо стремиться к этим технологиям. Не просто добавить много сахара, да, а поработать с ягодой, сделать ее максимально концентрированной. Подобрать нужные сорта, чтобы они у вас не были безумно кислыми, раз. А второе, потом можно вот вялить, да, можно держать максимально долго на кусте. Если погода позволяет, но там надо хороший пресс, чтобы получить все-таки вот это самое ледяное вино. Ну, либо самый простой способ, самый простой, я вам сказала, что добавляем концентрированный сок. Все равно вот те элементы, которые есть в соке, да, они уравновешивают конечный продукт. Конечно, вы делаете для себя, и в принципе решать вам. Ну, хотите, да, очень хочется, но можете насыпать этого сахара. Моя рекомендация, напомню, что вина с остаточным сахаром, они нестабильны, особенно с таким небольшим. Значит, вино надо как-то стабилизировать. Ну, либо можно насыпать незадолго перед употреблением. Но, смотрите, мы для чего вообще делаем домашние вины? Мы их делаем для себя, правильно? Для того, чтобы нам было вкусно. Так почему не сделать для себя хорошо? Почему не постараться сделать для себя хорошо? Не поработать изначально вот с сырьем? Да, это определенные сложности, да, это определенные трудозатраты. Ну, результат, да, он же будет хорошим, он будет очень хорошим. И вам будет приятно и классно пить такое вино. Не что-то безумно кислое, безумно сладкое, да, вот такое вот непонятное, а вкусное, качественное и хорошее вино. И я уверена, что если вы попробуете, ну, сделать именно так, сделать по технологиям, то результатом вы останетесь, ну, не просто довольны, а очень довольны. Технологий много, да, технологии разные. Я вам сегодня дала поверхностную картинку. Более подробно, ну, каждую технологию надо разбирать в отдельности. Я пока честно скажу, на сладкий вино даже не замахиваюсь. Возможно, в следующем сезоне, да, возможно, через сезон, когда у меня будет достаточно сырья для таких экспериментов. То есть в плане попробовать именно по какой-то из этих технологий сделать сладкое вино, да, я попробую. По капу какой, я не могу вам точно сказать. То есть, ну, конечно, надо подбирать тоже максимально реализуемую для себя, для домашних условий. Ну, поживем и видим, да, что у нас будет. Попробую обязательно. И вас призываю к тому, что изучайте технологии и старайтесь делать ваши вино, ну, все-таки близко к ним. Тогда у вас результат будет хороший. И помните, пожалуйста, что если мы не любим кисло, это не значит, что надо делать сладко. Это значит, что надо поработать с кислотой. Попробуйте. И я уверена, что у вас все получится. И вы совершенно по-другому взглянете на Мервина. Несмотря на то, что я уверена, что у большинства сейчас отрицание идет. Когда вы попробуйте, вспомните мои слова. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!